Приятно, когда есть свободная поле деятельности. Продолжение следует. Если вернуться к тому, что было, то правильнее было бы написать плюс у ответа. Это вот то, что было. Теперь мы хотим перейти не к произвольному потенциалу, описывающему взаимодействие двух частиц, а к атому водорода. Атом водорода состоит из двух заряженных частиц. Эти две частицы взаимодействуют по кулону, за счет закона кулона. Они притягиваются, известно. По этой причине потенциальная энергия взаимодействия этих двух частиц, согласно знакового кулона, есть произведение зарядов, но расстояние между ними. А расстояние между ними как раз модуль R. Но поскольку они притягиваются, нужно еще знак минус написать. Я думаю, это неудивительно. И по этой причине я так написал. А если же мы все-таки рассмотрим более общий вариант, который в атомной физике случается, когда вместо протона здесь сидит ядро заряда Z, ион, то есть его угодно, ион, заряженный Z-кратно. То есть полный заряд положительный у иона Z-e. Но у электрона как был минус e, так и остался. То есть мы не интересуемся внутренней структурой этого иона. Там у него может быть еще куча электронов коносола на внутренних оболочках. Но нас это не волнует. У нас есть притягивающий центр с зарядом Z-e. В этом случае потенциальной энергии, соответственно, будет Z-e в квадрате. И, имея этот более общий случай в виду, мы будем работать с вот таким потенциалом. А электронная оболочка несущественно влияет на другие электроны? То есть если электронов много, допустим? Нет, конечно, если заниматься по-серьезному этим вопросом, в общем, она, конечно, влияет. И нужно по теории возмущений учитывать вот эти внутренние электроны, как они влияют. Но это пока задача не нашего уровня. И мы считаем, что рассматриваем такую модель, что электронная оболочка не влияет. Либо вы просто считаете, что это ион без электронов. То есть просто ядро с зарядом Z. Ну все электроны сбросили и рассматриваем подобные ионы. То есть ядро заряда Z и один электрон. Суммарный заряд, конечно, этой системы будет положительной, Z-1. Но такие системы бывают. Где-то там в атомной физике они возникают. Но еще раз возвращаюсь. Из-за этого, следуя обозначениям подолгившица, я эту константу обозначаю за A. Хотя можно и D-квадрат наставить, а потом, подумавши, вставлять где надо Z. Но мы получим сразу. Таким образом, мы получаем наш гемидониан в более контактизированном виде. Это H-квадрат на 2m на оператор Лапласа. Минус альфа. Знак я выделил. То есть альфа у меня константа в неположительной. На этот счет я не заморачиваюсь. И здесь модуль стоит, который можно обозначить R без стрелочки. Следующий шаг преобразования нашего гемидониана таков. Потенциал центральный. Он зависит только от расстояния. Изначально координат теперь. По этой причине, если задача центрально симметричная, то нужно к каким переменам перейти? Нужно перейти к сферическим координатам. Напоминаю вам, что мы будем работать с сферическим координатам в таком виде. x это будет R на sin θ на cos φ. Значит, y это будет R на sin θ. На sin θ. Ну а z, соответственно, R на cos θ. Можно даже картинку нарисовать разочек наглядную. То есть эти координаты устроены следующим образом. Угол t мы меряем от оси z, а угол φ в этой плоскости xy. Вот он здесь. Угол фиполярный такой угол. Азимутальный. Азимутальный так задает. А, соответственно, угол t – угол этого самого взвешивания. Я не знаю, как он еще называется. В разных науках по-разному. В зенифных, так сказать, науках по-одному. А угол взвешивания еще раз? Неважно. Можете считать, что этого не говорили. Ну вот есть угол t и все. В оси? Да. Да, это правильное замечание. Значит, если у меня cos там, то это x, а это y. Вот. А что, вызывает сомнения? Вот эта вот проекция на ось x, вот эта вот проекция нашего радиуса вектора на плоскость xy. Поэтому вот эта вот будет, соответственно, r на sin θ и cos φ. Ну… вот так. Насчет левосторонние и правосторонние мы столкнемся потом, когда будем в кинетике рассматривать стереоизомерные молекулы. Там это важно. А здесь пока не очень существенно, как мы выбрали оси. Главное, что вот имеет место такая вещь. И дальше у нас возникает проблема. В этих координатах потенциальная энергия просто выражается через радиус. Потому что именно в этом вся и радость, что здесь гементониан зависит… ну, потенциальная энергия зависит только от расстояния до центра. А что же делать с оператором Лапласа? Оператор Лапласа, значит, в декартовых координатах он имеет такую простую, легко запоминаемую форму. А вот в сферических координатах это не так. Значит, у нас есть два пути. Либо я буду выводить выражение оператора Лапласа в сферических координатах, либо мы его просто напишем. Тогда мы его просто напишем. И он, значит, имеет следующий вид. единица на r квадрат d2, нет, d по dR, r квадрат d по dR. Это вот, так сказать, радиальная часть операторного класса. И дальше идет угловая. Угловая часть, она содержит в себе… Ее так в скобке надо написать. Значит, единица на r квадрат он содержит. Но оператор Лапласа, из соображения размерности, он должен быть единицей на длину в квадрате. Вот в угловой части единица на длину в квадрате. Вот тут вот написано. Ну и здесь вот такая вещь, как вы, наверное, знаете без меня. Единица на sinθ, dbθ, sinθ, ddθ. И, соответственно, плюс единица на sin²θ, d2 по dφ дважды. Вот. Ну, примерно так. Мы, на самом деле, работать непосредственно с угловой частью не будем. Дмитрий Лович там показывал, что там возникают шаровые функции, да? Вот я это не буду перевыводить. И мы воспользуемся следующим. Значит, раскроем вот эту противную конструкцию, хотя это дело вкуса. то есть d2adr дважды, плюс 2 на r dpdr, плюс 1 на r в квадрате. И будем назначать угловую часть оператора Лапласа вот таким вот символом θφ, чтобы не писать так много буквы. Таким образом, наше уравнение Шридингера. Теперь мы половую функцию будем искать. Пси маленькой будем искать ее в виде r, как функции θ и φ. И, соответственно, получаем следующее уравнение Шридингера такого вида. Значит, минус h квадрата на 2m маленькая, а в скобках можно в квадратных. Пока... Ну, можно подставить в функцию, ладно. А, нет, не буду подставить. В операторном виде только будет написано. d r квадрат плюс 2r d2 по dr, без d2 dr, плюс 1 на r квадрате. Оператор Лапласа угловой, θφ, угловая часть оператора Лапласа. Вот это вот все действует на нашу волновую функцию, зависящую от радиуса, от θ, от φ. Значит, минус α на r ψ. Ну, та же самая функция. Может, я лишним подробно напишу. E ψ. Вот. Вот уравнение Шридингера уже в сферических координатах, в водородной задаче. И в кулоновской, ее там по-разному называют в литературе, движение в кулоновском поле, атом водорода и так далее. Значит, прежде чем двигаться дальше, нужно сделать две вещи полезно сделать. Можно не делать, а лучше сделать. Во-первых, перейти к атомным единицам. Значит, это позволит нам не писать большое количество букв, они, значит, исчезнут. Ну, и вообще, переход к правильным единицам в задаче – вещь очень полезная в любой науке. Во-первых, это избегает, позволяет избежать большого писания букв и, соответственно, экономить пасту, ручки или мел и так далее. Бумагу и амазонские веса. А во-вторых, кроме того, что экономит, безразмеренная задача, она четче что-нибудь сформулирована. Там нет, ну, не знаю, дело вкуса. Короче, если есть возможность задачу безразмерить, лучше это сделать. И вот, ну, вы знаете, как устроены атомные единицы, да? Радиус Бора, там, и так далее. Ну, всегда можно вывести на скорую руку из следующих соображений. Вот, у вас есть p2 на 2r минус 1r. Вот, для медленного, да? И у вас, ну, кулон, это вот такая, это вот соображение из курса общей физики. Вот, пусть у вас электрон локализован в окрестности протона на масштабе Δr. Это мы энергию по квадрату b. А? Это мы энергию по квадрату b. Да, а здесь вот так. Значит, тогда потенциальная энергия входит порядка α на Δr. А что будет с кинетической энергией? В кинетической энергией Δp порядка h на Δr, да? Ну, согласно соотношению определенности. Поэтому, значит, это будет, соответственно, h в квадрат 2m Δr в квадрате. Вот. И вот это вот выражение энергия системы, ее надо минимизировать. Мы же хотим, чтобы электрон как можно ниже у нас сел по энергии. Значит, и мы, с одной стороны, садя его как можно ближе к ядру, мы уменьшаем энергию за счет потенциальной части. Но при этом, сажа, заставляя его находиться как можно ближе возле ядра, мы увеличим кинетическую энергию за счет соотношения определенности. Эти два фактора, значит, конкурируют. И нужно найти оптимум, то есть то место, в котором... Для этого нужно эту штуку продифференцировать. Значит, дифференцируем эту вещь по Δr, значит, dE по dΔr. Еще раз, что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем... Я показываю, как можно быстренько из физических соображений восстановить характерный масштаб задачи. И вот производная вот этой энергии по Δr, значит, получается следующее. минус, ну там, 2 сокращается, когда вы дифференцируете. Минус h2 на m на Δr в кубе, если продифференцировать, 1 на Δr в минус 2 степени. А здесь будет плюс α на Δr в квадрате. Так? Так. И мы это заравниваем нулю. Заравниваем нулю. И получаем, что Δr, ну, решая соответствующее уравнение, Δr только можно сократить. И получаем, что характерный размер — это будет h2 на mα. Вот. То есть характерный размер задачи h2 на mα. А характерное... Таким образом, это будет вот масштаб по длине. А характерная энергия будет, если мы подставим в αr, в αr подставим этот масштаб, и мы получим mα в квадрате на h в квадрате. Вот. Таким образом, обезразмеривание мы будем осуществлять следующим образом. Мы, значит, r выразим через h2 mα в квадрате. Так? Да. Можно оставить либо ту же букву r, так иногда делают. То есть переходим безразмерно, переменные, но обозначение не меняем. Чтобы вас не запустить, я все-таки введу другую. r, например, ρ. А, соответственно, энергия — это mα. Тут нету квадрата. Я по этому перечислился. Это заряд электронов в квадрате. mα в квадрате на h в квадрате. Вот эта вот энергия на ε. Сейчас посмотрим. Все-таки удобно, если мы ее заранее надводим. Ну, вот я тут стер выражение для энергии. Если бы мы в нее подставили вот этот минимум, то мы бы получили энергию с половиной. Короче, давайте вот таким образом обезразмерим наше уравнение. Ну, что мы смотрим на него, что мы имеем? Значит, вот из оператора Лапласа эта штука, множитель при обезразмеривании, он выскакивает из знаменателя. Вот, понимаете, да? То есть r квадрат меняется на ρ, поэтому вот этот множитель, он будет знаменателем в квадрате. Поэтому это будет mα на h в квадрате в квадрате. И дальше оператор Лапласа уже идет через обезразмеренную переменную. плюс 1 квадрате на оператор Лапласа в угловой. Вот, это что касается оператора Лапласа. Значит, в потенциальной энергии r выскакивает в первой степени. Значит, тоже из знаменателя. Мы получаем mα в квадрате на h в квадрате на единицу на ρ на ψ. Тут тоже ψ, кстати, я забыл. И в энергии она получает, ну, как мы писали, так и написали. mα в квадрате на 2h в квадрате на ε на ψ. И что мы видим в итоге? Значит, мы видим, что здесь сокращается. И тут ровным счетом так все устроено. Тут ровным счетом так все устроено. Ну, то есть, если квадрат убрать, то надо написать α в четвертой, h в квадрате сократится, m с m сократится. Только α в квадрате остается. И половинка. То есть тоже сокращается. Как и следовало ожидать, уравнение превращается в следующее уравнение. Напишу его выше вот здесь. Значит, уравнение получается таким. На 2 все умножу, и получится так. Д2 по ДРО в квадрате. Ну, ладно, пока не минус. Со скобкой я ставлю. Д2РО, Д по ДРО. Значит, плюс единица на ρ в квадрате. Оператор Лапласа. Угловой оператор Лапласа, умноженная на волновую функцию, зависящую теперь от ρ и от углов. Минус двойка. Вот та двойка, которая вот здесь стоит и вот здесь. Двойка на ρ. Так получилось, что вот эту двойку мы выбрали сами при обрезразмеривании энергии. Она окажется удобной. Этот выбор удобен. Ну, а с двойкой в этом месте ничего не поделаешь. Она стоит и стоит. И, соответственно, равняется ε на π. Вот. Пора. Альфа тоже сократилась? Да, все сократилось. Альфа везде сократилась. И масса сократилась. Постоянная планка. То есть это как раз удобные атомные единицы. Когда здесь стоит... На самом деле, атомными единицами называется... Когда здесь стоит Е квадрат. Вот. И тогда это, соответственно, ради у сбора... Вот этот вот... Вот эта энергия... Здесь вот когда Е в четвертой... Вот эта называется Риттберг, как вы знаете. Вот эта энергия — это Риттберг. Вот. Ну и можно любые причины выразить в атомных. Напряженность поля, магнитного поля, давление и так далее. Вообще все считать в атомных единицах. И только в последний момент переводить на что-то. Есть такой стиль в вычислении атомной физики. Теперь нам нужно решать вот это вот безразмеренное уравнение. Ну, понятное дело, что явной зависимости домиклиниана от углов нет. В том смысле, что... Ну, вернее, я не правильно выразился. Есть она, конечно, явная зависимость в операторе Лапласа. Но задача, тем не менее, так устроена, что можно произвести разделение переменных. И Дмитрий Львович вам про это, наверное, говорил. А именно, мы берем и ищем наше решение про θ и φ в виде произведения радиальной функции, зависящей только от ρ. И функцию y специально так ее обозначу, чтобы потом новое обозначение не вводить. Зависящей только от углов. Вот это и φ. Вот. И, подставляя теперь ψ в таком виде сюда, мы получим следующее уравнение. Да, а y, мы будем считать, что она удовлетворяет следующему уравнению, что оператор Лапласа θf действует на эту функцию θf, и это будет равно, соответственно, минус L на L плюс 1 на y. Вот это θf. Почему он обязательно собственный должно быть для оператора? Я могу, в принципе, ничего не знать про момент, быть абсолютно в этом смысле. И просто сказать, давайте я… На самом деле, вот это, как Дмитрий Львович вам, наверное, рассказывал, вот этот оператор Лапласа – это есть не что иное, как L в квадрате. Говорил он с точностью до знака. Вот. Я просто смотрю, чтобы знак правильный у меня там был. И поэтому я… Именно так вот. То есть, на самом деле, вот если здесь минус написать, то вот этот оператор – это есть не что иное, как выраженный через углы оператора L квадрата. Вот. L квадрат. Этот оператор зависит только от углов, потому что он действует только на угловую часть волновых функций, связанных с вращениями. И поэтому вот L квадрат оказывается равен минус дельта θφ. Угловая часть операторного класса, но которая тут была написана. Поэтому в каком-то смысле она даже нам особенно не нужна. Это отдельная история, как устроены вот эти угловые функции. Но мы-то знаем, что собственное число, собственное значение квадрата операторного углового момента – это есть L на I плюс 1. Ну и вот я, соответственно, вот этим воспользовался. Кроме того, там есть еще вырождение по углу φ, поэтому вот эта шаровая функция, так называемая, она будет зависеть от двух индексов – от L и от M. А M, как положено, пробегает от минус L до плюс L. И можно пока на этом не зацикливаться, чтобы продвинуться по дорогам задачи. Ну то есть вот есть отдельный сюжет, который говорит о том, как устроены собственные функции L квадрата как функции углов. И если мы считаем, что эта задача решена, то тогда мы просто этим воспользуемся. То есть мы берем нашу… Я-то как раз хочу порешать быстро радиальную задачу. Мы берем наше решение как раз вот в таком виде, подставляем туда, и за счет того, что воздействие оператора Δ θ φ на Y вот такое простое, у нас легко получается уравнение только на радиальном функции. Оно будет вот каким-то. Ну то есть когда вы вот это выражение сюда подставляете, то Y проскакивает через этот бюлентинеан и вместо Δ дает L L плюс 1 с минусом. То есть у нас получается следующее уравнение на радиальную функцию – минус Δ. И уже такие круглые производные – dpdr дважды плюс 2ρ dpdr, здесь будет минус L L плюс 1 на ρ в квадрате. Вот это все действует на R от ρ. Потом мы индекс напишем. Оно, видите, как от индекса зависит от A. Здесь остается, как было, ну и ε. Вот такое уравнение нам нужно сейчас научиться решать. Каким-то образом. Значит, давайте займемся сначала вот этим вот выражением. выражением, связанным с производным. То есть интересует нас вот такая вещь. d 2r по d ρ дважды плюс 2r dR по d ρ. Это, так сказать, радиальная часть оператора Лапласа. Кстати, если бы вы его писали в пространстве размерности d, то здесь было бы d минус 1. То есть в пространстве трехмерном стоит двойка, а на плоскости здесь будет единица стоять. На первый взгляд, такое несущественное изменение, но оно кардинально меняет поведение функций, как вы сказали, вот этот коэффициент. Ну, что, естественно, трехмерное пространство от плоскости, в общем, отличается и так далее. Значит, мы это уравнение решаем следующим образом. Мы рассмотрим его асимптотики, как ведет себя вот эта функция r при малых очень маленьких ρ, то есть вблизи начала координат, и при очень больших. И эти зависимости выделим. Но это не будет еще точное решение уравнения. Вот чтобы его сделать точно, мы применим трюк, введем вот третью функцию, и вот на нее надо получить уравнение. И ее-то мы как раз попытаемся уже поискать в виде полинолма. Итак, давайте рассмотрим две зависимости. Первая зависимость, ну, асимптотическую я имею в виду зависимость. Первая зависимость, я этот сюжет с преобразованием вот этой штуки решил пока пропустить. То есть у меня тут произошел скачок. Я хотел сначала показать, что вот эту вещь можно представить в таком виде. Здесь действительно вторая призвольная. А здесь вот такое призвольное. То есть не звездочка, а это просто ровно. Вот, это как бы один путь. Но, с другой стороны, развернутое выражение тоже полезно для того, чтобы как раз изучить асимптотику поведения волновой функции вблизи начала координат на бесконечности. Звук изменил звонок, то есть сейчас мы делаем перерыв. Причем он у нас длинный. Мы можем пойти на кофейку. И что? Это правда? На роботе? Да, это верно. Конечно. Иначе тут даже у нас длины не пришли. Конечно, не надо. Что пока? Верно, это так. Я просто забыл то, что нужно. Я сосредоточился на формулировании того, что тут, например, это произойдет. Спасибо. 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 Спасибо.